Приветствую вас! Вы знаете, вот когда я вижу, что человек задаёт вопрос и говорит, вот, у меня вопрос такой, но он, знаете, слишком банальный, наверное, вопрос, а я в этом вижу некую такую, знаете, некую такую ниточку к механизму защиты. То есть вот вы сами понимаете, что вопрос ваш, он очень большой поверхности. И вы сами понимаете, что в этой ситуации, в ситуации, в которой вы оказались, нет, не то чтобы виноваты вы. И я не собираюсь вас обвинять, и уж тем более я не собираюсь говорить вам, что вы обязательно вообще что-то неправильно делали, и так далее, и так далее, я этого не знаю. А я вам хочу сказать другое. Вот тот факт, что вы говорите как бы о том, что вот у меня банальный вопрос, в первую очередь, в первую очередь, наводит на мысль о том, что, знаете, вы сами не принимаете определенных моментов в себе. То есть, есть вот у вас некая такая, такая проблема. И не важно даже, совершенно не важно, какая она эта проблема, да, важно, чтобы вы ее понимали. Важно, чтобы вы ее принимали. Важно, чтобы вы позиционировали ее как серьезную достаточную. Блин, она серьезная. Даже несмотря на то, что банально, банально. Вот. И дальше мы с вами попробуем разобрать, что же, собственно, у вас происходит. Вы говорите, что ваш муж не интересуется другой женщиной. Она его привлекла, и так далее. Вы описываете ситуацию, при которой мужчина проявляет к ней явное небезразличие. И спрашиваете нас о том, нормально ли это. И, знаете, отвечая на ваш вопрос, я хотел бы сказать следующее. С точки зрения ваших отношений. То есть, с точки зрения того, как вы взаимодействуете, с точки зрения того, например, как развиваются или как могут развиваться ваши отношения, да, это нормально. Это нормально, потому что объективно, объективно у мужчины может быть, ну, какие-то вот свои там интересы и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но момент здесь немножечко в другом. Момент здесь в том, понимаете ли, что со стороны вас, со стороны вас, со стороны вот как раз именно вашей позиции. И это не нормально. И это свидетельствует о том, что муж перестал получать определенное удовлетворение с вами, находясь в отношениях. Ну вот, перестал он это самое удовлетворение от вас получать. Вот, собственно, и вопрос тогда возникает. А если он перестал получать удовлетворение от, ну, например, от взаимодействия с вами, допустим, то тогда, если он перестал, значит, что с этим можно что-то делать? Как вы думаете? Как вы думаете? Немножко по-другому. У этого, наверное, есть причины. Вопрос заключается вот в чем. Понимаете ли вы, что это за причины? Особнаете ли вы, какие это причины? И готовы ли вы что-то делать для того, чтобы эти причины, ну, скажем так, ликвидировать? Чтобы эти причины убирать? Если да, с этим можно будет что-то сделать. Если нет, ну, тогда у меня, простите, сделать здесь будет ничего нельзя. То есть я хочу, чтобы вы поняли вот эту вот важную вещь, что это нормально с точки зрения того, что мужчине может быть требуется, ну, знаете как, требуются новые эмоции, требуется какой-то новый всплеск и так далее, да? Но с точки зрения вас это совсем не хорошо. Вот прямо-таки совсем. И вопрос заключается в том, что вы хотите, что вы можете сделать для того, чтобы этого не было. Что вы можете сделать для того, чтобы ситуация обернулась, ну, не против вас, скажем так. Это вот первый и важный момент. Далее. Значит, мне прикладывать их милое общение, которое неверно куда вытяжет. Вопрос, конечно, немножечко странный, потому что, вообще-то говоря, вам надо бы самой определиться с тем, готовы ли вы проглатывать это или не готовы. Вам решат. То есть, объективно, кто-то это может принять, например, а кто-то нет. И если вы, например, видите, что это, допустим, простое, простое общение, которое, например, за собой ничего не влечет, да? То, естественно, вы можете это проглатывать. Но говоря слово проглатывать, вы ведь имеете в виду, совсем не это, верно? Говоря проглатывать, вы имеете в виду, что вас это задевает. Говоря прогладывать, вы имеете ввиду, что вас это беспокоит Но вы и так же имеете ввиду, что, мол, сделать с этим вы ничего не можете И, соответственно, что вам остается, кроме как, только прогладывать, да? Вот Получается, такая вот, на мой взгляд, интересная ситуация Как раз таки А остается, получается, именно такова Что ответить на ваш вопрос можете только вы сами Но Вы совершенно правильно, на мой взгляд, здесь Говорите о том, что Это может у вас что-то вылиться Вылиться Это действительно может, раз что-то вылиться Это может вылиться, например, в то, что мужчина вам изменит и прочее, прочее, прочее Значит, нужно себя как-то обезопасить Значит, давайте и подумаем тогда А как вы можете себя обезопасить? Что вы можете сделать для того, чтобы себя обезопасить? И ответ на этот вопрос На мой взгляд На мой взгляд Кроется Именно в том Какие у вас отношения с вашим мужем Что это значит? Видите ли? Если у вас с мужем отношения, ну, более или менее, доверить, доверить, имея, ну, хотя бы, вот, хоть немножко То тогда вы можете до него донести, мол, что вам, вот, такая, что ситуация не нравится Что вы не хотите и не желаете это терпеть И, в общем-то, что давай, ну, вы, как бы, своему мужу говорите Дорогой, давай, пожалуйста, с тобой обсудим это Я хочу, чтобы ты сказал, что, например, тебя не устраивает и так далее, и так далее, и так далее, да? И это, как бы, нормальная реакция Знаете, в этом, как бы, нет ничего плохого Нет ничего плохого в том, что вы, например, выведете из вас свою обеспокоенность тем, как ведет себя ваш муж В этом нет ничего плохого, если вы это сделаете Другой вопрос, на мой взгляд, заключается в том, почему вы не рассматриваете для себя этот вариант совершенно Вот что меня интересует Почему? Ведь, казалось бы, если вы человеком дорожите То вы, наверное, хотите с ним отношения сохранить Но тогда, в этом случае, вы, как бы, нацелены на него Вы нацелены на него, и вы хотите, чтобы ему было хорошо Значит, вы будете анализировать Вам можно искать причины того, почему человек, ну, например, так себя начал вести При этом, последовательно, донося до него тот факт, что вам неприятно А то, получается, что пускаете вы все на самотек Пускаете вы все своим ходом И что в итоге получится? В итоге получится, что мужчина будет крепко крепнуть в оправданных того, что вам на него плевать Плевать Мужчина будет думать, что вам на него все равно Понимаете? Вот в чем основная беда Мужчина будет считать, что вам все равно на него И это здесь самое неприятное Во всей ситуации Потому что я полагаю, вот почему-то мне так кажется, что все проблемы ваши, они начались именно с того аспекта Что мужчина, мужчина стал думать, что вы им вообще никак не интересуетесь Вот Или мужчина перестал чувствовать себя рядом с вами мужчиной Ну, что, в принципе, тоже не есть хорошо То есть вот, чтобы сохранить вам отношения Нужно мыслить именно в этом направлении Ну и, соответственно, тогда у вас есть все шансы на то, чтобы отношения свои сохранить Если вы не будете этого делать Если вы будете как-то от этого отходить Если вы как-то будете отстраняться от данного аспекта То, боюсь, ничего так хорошего у вас может и не получиться И мужчина тогда, ваш муж попросту однажды уйдет Однажды полюбит, в общем-то, другую женщину И, или даже уже полюбив, понимаете Вот То есть здесь я полагаю, нужно вот именно, как-то таки Обратить у себя внимание на то, чтобы сохранить ваши отношения Подумать, чего же ему не хватает Чего же и что же ему может не нравиться Если вы хотите, конечно Если вы хотите, отношения с ним сохранить Но, вообще, это довольно-таки Ага Довольно-таки другой вопрос, на самом-то деле Да, мы сюда Не очень понятно Вы хотите с границами отношения или нет? А вот если хотите У вас вопрос, он Радо немножко, не в том ключе В каком Нужном Его Его поддавать По-хорошему Если Вы хотите с границами отношения А если Вам, допустим Допустим Все равно То, опять же, тогда Не очень понятно Зачем Вы вообще Тут свой вопрос задаете Поэтому я думаю, что Вы хотите сохранить отношения с ним Но не верите в то, что это возможно Я вас Хотел бы Разберите Сказать, что это возможно Вот Это Возможно Более чем Возможно Главное Чтобы вы Сами Готовы Были Что-то Для этого Делать И Тогда Тогда Думается Мне Все у вас будет Более чем В порядке Это Вопрос Еще раз Повторю Это Вопрос Исключительно Ваше Желание Вот Как вы Будете себя вести Сейчас Так вот И будет Результат От Ваших Действий На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались Пишите в личку Я вам помогу Если понравился мой ответ Буду благодарен Если сделаете его лучшим Я желаю вам Всего самого Доброго И удачи